Моды стихийных колодцев Что это? Как они работают? И главное, стоит ли выстраивать на них билды на своих персонажах? Что ж, ты пришёл сюда за ответами именно на эти вопросы. Я угадал? Тогда ставь ролику лайк и устраивайся поудобнее. Я буду рад помочь. Моды стихийных колодцев относительно новый комплект модификаторов, который впервые был представлен в сезоне Избранный. В текущем же сезоне Сплайсер он получил своё развитие и на этот раз нам докинули ещё несколько модов подобного типа. Получить все эти моды на данный момент можно за прокачку репутации в двух сезонных терминалах, так их назовём. Стол авангарда в шлеме и прислужник, через которого с нами общается Митракс, там же в шлеме. Сейчас их в игре 13 и если вы последнее время выполняли все еженедельные сюжетные задания и сезонные активности вовремя, то все моды должны быть уже в вашем распоряжении. Итак, 13 модов. Что они могут предложить игрокам в качестве изменения боевого стиля? И как они вообще работают? Система выглядит следующим образом. За убийство противников вы имеете шанс создать стихийный колодец, который напоминает сферы силы. Подобрав его, вы получаете некий эффект. Если вы, к примеру, создавали колодец, совпадающий по типу энергии с вашим подклассом, то получаете бонус к скорости восстановления той или иной способности. Если же энергия не будет совпадать, то вы ускорите восстановление той способности, заряд которой меньше всего. Кроме этого, есть моды, которые работают только на создание колодцев. И есть те, которые накладывают бонусный эффект на вас. Вы можете посмотреть на них в коллекции, тут и увеличение урона от оружия, использующего тот же тип энергии, что и колодец. И бонус к скорости восстановления суперспособности, и на дополнительную устойчивость к урону, и вроде это выглядит неплохо. Все, что вам нужно, создавать как можно больше этих колодцев, подбирать их вовремя, и тогда вы будете наделены новыми способностями. Но нас тогда интересует вопрос, насколько быстрее будут восстанавливаться способности при использовании билдов на колодце. Что ж, плохие новости. Я проверил мод на гранате. Уровень дисциплины третий, то есть время восстановления гранаты по умолчанию минута 22 секунды. Так вот, с модом, время сокращается до минуты 13. Но беда в том, что уже на четвертом уровне дисциплины граната бы восстановилась за минуту и 8 секунд. Так что эффект от модификатора с колодцем сокращает время восстановления способностей, но делает это слабее, чем один уровень характеристик. Так что это, на мой взгляд, да и в принципе на любой взгляд, первый минус. Учитывайте еще и то, что если вы подбираете колодец, когда ваши способности заряжены, то они ничего вам не улучшают. Ну, за исключением мода на оружие, окей. Еще один важный момент заключается в том, насколько часто появляются колодцы. Помните, в видео про модификаторы Распутина я показал, что сфера появляется за каждое пятое убийство обычного моба? Но так вот, с колодцами так точно рассчитать не получится. Иногда выглядит так, словно появление колодцев зашито на какой-то таймер в 2 секунды, в 3, вне зависимости от того, как много вы противников убиваете, например, с ульты. Так что вам нужно будет убивать врагов с помощью супера или с помощью совпадающего по урону оружия в течение какого-то продолжительного времени, чтобы создать хоть один колодец. И это, мягко говоря, неудобно. Исключением был мод на добивание, который я здесь в фоне как раз где-то показываю. Но, чтобы добить кого-то, это нужно раздамажить, подойти, и опять же, в эндгейм-активностях, ну, такое. И раз уж мы вспомнили про сферы Распутина, опять-таки, используя их, я могу положиться на то, когда они появляются и как сработают. Я на 100% могу быть уверен, что когда мод сработает, я смогу обезвредить целую комнату, набитую врагами, и сделать это на безопасном расстоянии. Мне не нужно будет бежать, сломя голову в толпу врагов, подбирать какой-то светящийся предмет до того, как он исчезнет, чтобы быстрее, типа, восстановить свою гранату. Да, если вы соберете несколько колодцев, граната действительно восстановится очень быстро, но опять же, когда вы зачищаете какой-нибудь затерянный сектор для видосика на ютюбе, на это выглядит довольно безопасно. Но билды собираются не для затерянных секторов. Модификатор Источник Мудрости увеличивает ваш интеллект и ускоряет восстановление суперспособности. Круто звучит. Но нет, снова не круто, ведь бонус от него будет столь же незначительным, что поднять единицу параметра интеллект на одно деление будет эффективнее. Не говоря уж о том, что убийства трех-четырех мелких противников ровно дадут то же количество энергии, но только без необходимости ждать 30 секунд. И кстати, странное дело, баф от этого мода даже не отображается на экране. Как вообще нужно игроку понять, что он получил какой-то положительный эффект и что-то с ним вообще происходит? Билд работает. Да, от этого мода будет толк, если у вас единица интеллекта или ноль интеллекта. Как кстати и от перка Молодьба, который на оружии тоже должен увеличивать скорость восстановления супера, но кто играет вообще в игру с такими статами? Ну а положа руку на сердце, этот мод наверное единственный, который заставил меня хоть как-то попробовать поиграть с ним ради разнообразия еще в том сезоне, когда я тогда еще думал записать видео. И например на пустотном Варлоке с экзотом Грех Назарека я фана ради пробежал пару налетов и было прикольно. Но как много реально важных и сложных активностей, где было бы место этим модам и где вообще Варлоку позволят надеть Грех Назарека вместо Лунафракции или Феникса? Да, вы видите к чему все идет. Вывод напрашивается очевидный и разочаровывающий. Моды колодцев, которые вы так просили разобрать на канале, на самом деле не стоят вашего внимания, и именно поэтому вы о них ничего толком не знали, потому что о них не говорят, потому что ими не пользуются. Я не могу советовать вам хоть какие-то сборки с использованием этих инструментов, ведь они не сделают вашу игру проще. Вам не будет с ними легче выживать в сумрачном налете, в рейде или в грандмастере. Любой билд на сферах Распутина или на зарядах света будет эффективнее, как минимум, потому что их будет проще заставлять работать. Поймите, мало наделить персонажа полезными свойствами с помощью модов. Важно сделать так, чтобы эти свойства можно было просто задействовать. А моды колодцев, к сожалению, требуют много условий. Увеличение урона от оружия, да, но только от того, что подходит по стихии, и только на 5 секунд. Защита, да, но только если вы соберете именно пустотные колодцы. У всего этого есть куда более комфортный ответ от других наборов модов, или даже у экзотов. Да и давайте честно, для записи геймплея этого видео я зачистил несколько затерянных секторов. Тех же, что и в видео про заряды военного разума. И вам, как зрителю, вообще была видна какая-то эффективность или заметное улучшение способностей? Я не думаю. Этим модам нужен баф, чтобы их бонус был более заметным, и тогда они смогли бы конкурировать с другими комплектами. Но пока что сори, я могу одним выстрелом зачистить комнату от врагов, и повесить на себя щит, или увеличить урон с пассивным бафом от заряда света. Я очень рад, что видосы про моды вам нравятся, мы еще поговорим про заряды света, хотя я уже делал про них ролик. Но он, во-первых, слишком затянут, во-вторых, был очень давно, так что кое-что поменять, упростить, и стоит, я думаю, повторить. Обязательно напишите в комментариях, было ли полезно это видео, и ждете ли следующего ролика про билды. Поставьте лайк, чтобы ролик чаще появлялся в рекомендациях, а я пока прощаюсь. Спасибо за просмотр и подписку, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok